Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Российским пенсионерам рассказали об изменении размера пенсии в ноябре. Многие пожилые граждане увидят на своих счетах в конце осени уже совсем другие цифры. И такое изменение для кого-то произойдет в автоматическом режиме, другим же выплаты повысят после подачи заявлений. Как рассказали специалисты Пенсионного фонда России, в первую очередь с ноября рассчитывать на изменение размера пенсии смогут те пожилые граждане, которые уволились с работы в июле. Тем, кто оставляет свое место работы, фонд производит перерасчет и начисляет все пропущенные индексации выплаты. По словам специалистов, еще в августе такие пенсионеры числились работающими, согласно отчетам от работодателей. Только в сентябре в ПФР поступили отчеты, где пожилые граждане уже были указаны как неработающие. Еще месяц потребовался на принятие решения об индексации. И в итоге в ноябре пенсия таким пенсионерам придет уже в полном размере. Также им поступит доплата за три месяца ожидания индексации. При этом, как уточнили в ведомстве, если в дальнейшем пенсионеры снова устроятся на работу, пенсию им уже не снизят. Также в ноябре пенсии в новом размере начнут приходить тем пенсионерам, которые уволились в октябре и у которых их выплата была ниже прожиточного минимума. Сейчас у них появится право на получение социальной доплаты, поскольку ее назначают только неработающим. И за счет такой доплаты размер ежемесячной выплаты станет больше. Помимо этого, в автоматическом режиме в ноябре пенсии вырастут у достигших возраста 80 лет получателей страховой выплаты по старости. Им к пенсии прибавится по 7220 рублей. Другим же выплаты повысят после подачи заявлений. Например, прибавка в 2407 рублей ждет пенсионеров, подтвердивших наличие у себя ребенка до 23 лет на иждивении. Ставьте лайк, если считаете, что всем пенсионерам необходимо увеличить размер пенсии и напишите какой размер пенсий был бы достойным. Продолжение следует... Продолжение следует...